всем привет дорогие друзья подписчики случайные гости зашедший на канал не забываем про комментарии лайки подписку и колокольчик я очень признателен если это видео распространить и соц сетях многим принесет пользу так что делитесь со своими друзьями знакомыми видео я использую пустую пачку из-под соды сюда я насыпал свою приманку и конечно наше средство здесь у нас мука качестве приманки идет это средство подойдет как для мышей так и для крыс мука и алебастер один к одному без разницы можно гипс что происходит это древний способ самый эффективный никаких подозрений не умышлению крыс не будет что их ждет опасная еда как только они съедят у них произойдет грубо говоря заварок кишок происходит цементируется там все и грызуны погибают таким способом они вылазят на поверхность именно вот такого способа вы их без труда соберете ну бывает что не все но основная масса вылазит на поверхность очень эффективное средство также и крыс собирать таким способом что удобно будет что не завоняется где-нибудь под досками так вот очень эффективный способ еще хочу добавить можно использовать борную кислоту один к одному с мукой тоже размешивайте у них происходит парализует органы у грызунов что у крыс что и мышей таким способом и без труда избавитесь дальше у нас идет универсальная ловушка всеми любимая сейчас мы откроем очень эффективная как только мыши сюда залезут они вылезти не могут потому что я использую полтора литровую бутылку здесь масло подсолнечное можно любую рафинирована не рафинирована без разницы как только туда залазит мышь она вязнет вылезти не может в масле ну сами убедитесь в том как это происходит когда установите масло надо наливать не меньше 100 миллилитров до 150 ориентировочно наливаете и все и как раз таким способом можно такой ловушкой выловить много мышей не только если одна залезет я экспериментировал неделю с ловушки ну не выкидывал ее она была в гараже установлена 6 мышей там сидела то бишь залезла мышь на следующий день может еще залезть и не вылезут качестве приманки можете использовать что-нибудь можете нет мышей привлекает подсолнечное масло они его любят пить так что вот таким способом очень хорошо подойдет способ для людей у которых машинах заводится мыши тяжело их выловить этих мышей если завелись они в машине очень многие люди капканы ставят отраву но она вреда может нанести конечно мыши точат все все грызут не все они едят они просто все время вот что-нибудь они грызут вредят вот так что и проводки может повредить и замыкание произойти поэтому восстановить такую ловушку вам будет без труда и выловите мышей также для брезгливых домохозяек и безопасный способ если у вас есть домашние животные и вы переживаете за них если чтобы они не отравились поэтому установить такую ловушку будет вам для вас самое то что надо в любом месте именно вот так вот положили все мыши сама залезет и никуда уже не вылезет на сто процентов дальше у нас идет способ это отпугивающие средства вообще я анти кошка пробовал два разных производителя но мне не понравилось так как что-то они не очень поэтому я не стала них снимать вообще даже говорить вот у нас норы здесь ремонт надо будет сделать жилье купили еще до каждой как говорится комнаты добрался так вот мышей можно избавиться таким способом самым уникальным способом мыши во первых отпугивающих средства они боятся резких запахов перечислять не буду о всех запахах а самых эффективных перечная мята многие используют перечную мяту мне тоже нравится но перечная мята можете приобрести в аптеке но мне больше всего нравится это березовый деготь березовый деготь берем ватный диск или тряпочку или губку без разницы березовый деготь также можно приобрести в аптеке или фикс прайсе либо самим сделать ну лучше не заморачиваться конечно приобрести предупреждаю если от перечной мяты приятный запах то от березовый дегтя так сильно воняет что бежать самому охота но я отношусь к этому нормально у меня запахами острый на меня сильно не влияет поэтому вот так вот засунули и все мыши будут бежать как от жареной сковородки но с ватным диском это будет лучше проделаете из вата я качестве примера показываю таким способом избавиться будет очень легко от мышей можете еще сделать знаете что взять шприц но только без иглы потому что он густой березовый деготь и пролить дырки если вы обнаружили дырки и потом заткнули вата или ватным диском в общем таким способом запах прям резки вот я его воспринимаю нормально ну все равно он такой найти в тягучем но эффективны мыши говорю вас от такого запаха они бегут еще не было такого случая чтобы от березовой дегтя не бежали мыши они покидают помещение не у вас не у соседей наверняка не будет если вот у вас завелись квартире примеру они покинут это помещение если вы не обнаружили норы ничего страшного можно по периметру ватные диски разложить или вату смочены таким образом мыши они все равно покинут помещение если по периметру разложите также и в сара используете в гараже на чердаке без разницы я использовал разные способы отпугивающие проверял я сыпал черный перец молотый красный перец знаете красный перец засыпала как-то дырку и мыши конечно оттуда не вылазили то что у них слизистая раздирает это понятно но они вырыли другом месте дырку поэтому такие способы если вам будет говорят что от перца можно избавиться нет они все равно выруют а вот от таких способов как от березовой дегтя как от перечные мяты от них просто мыши бегут но самое еще раз говорю эффективный березовый дегут он быстрее срабатывает эффект его если перечная мята вам проливать надо они не сразу убегут будет дискомфорт и потом они покинут помещение поэтому многие используют перечную мяту для того чтобы не сразу прямо они убегут а течение можно сказать недели точно покинут помещение просто они не смогут выживать для них это дискомфортно от этого запаха они убегут а вот березовый деготь в отличие от перечной мяты он течение суток решит этот вопрос момента моментом так что вы избавитесь от мыши легко и просто так что еще раз на моем канале самые лучшие только советы решать вам вы можете конечно купить от траву но сами знаете что сейчас вот лет десять тому назад были от травы к примеру мыши крысы дохли от них сейчас производители чуток халтуру многие стали делать в плане том что один не сказал знакомый да это они уже адаптировались грызуны к траве да нет не адаптировались это просто производитель хочет чтобы больше брали именно отравы чтобы больше сбыта было все на коммерческий поток подписываемся на канал распространяем ролик всем пока